Всё началось спонтанно, в обычный выходной день моя подруга позвала меня к себе на дачу и, соответственно, её родители позвали меня с ними на дачу. Я, конечно же, согласилась, даже не раздумывая, мы взяли ещё двух подруг с собой. Нам было очень весело, мы сели в машину у её родителей, поехали в окей за продуктами, купили очень много вкусняшек и поехали на дачу. Дача находилась в каком-то посёлке, это был большой дом с большой территорией и рядом было множество домов, но до них было идти минут 15-20. То есть так выглядело, как будто бы эта дача находилась в таком небольшом лесу. Мы туда приехали, всё было отлично, мы веселились, родители должны были уехать, то есть мы должны были там оставаться на два дня. И родители бы приезжали к нам каждое утро, чтобы просто проконтролировать, проверить, что всё нормально, а так они нас спокойно оставляли вместе, потому что как бы мы себя в принципе нормально ведём, и они за это не волновались. Вот они нас привезли с утра на дачу и они уехали. С подругами начали веселиться, смотреть фильмы, всё было хорошо. И тут мы начали слышать странные звуки. Было такое ощущение, как будто мои подруги просто хотели напугать друг другу. Как будто бы там одна хотела напугать другую, третья хотела напугать меня, и вот так вот по кругу это всё. И потом, когда нам уже как-то стало уже не смешно, не весело, звуки продолжались. Мы уже начали агрессировать друг на друга, говорить там уже перестаньте, хватит, давайте спокойно уже посидим. Потому что было поздно, было часов 11, если я не ошибаюсь. И как бы нам уже не хотелось вот этого веселья, мы очень были сыты, нам хотелось уже лежать, сидеть в телефонах, вообще ничего не хотелось. И очень раздражали все эти всякие какие-то звуки непонятные. Чтобы вы понимали, на каких звуках я говорю, что как будто кто-то где-то стучит, что-то шкребёт. То есть мы на самом деле вначале прикалывались, шкребли, стучали. Естественно, мы уже начали наезжать друг на друга, и потом мы поняли, что как бы все сидят в телефонах, мы как-то общаемся друг с другом, и никто каких-то звуков там не издаёт. И потом нам услышался звук, как будто бы кто-то вот как-то вот возле двери что-то вот не стучит, а как будто бы как-то бьёт дверь. И мы уже тогда заподозрили, что кто-то возле нашей двери. Подруга, чья была эта дача, она говорит то, что часто прибегают собаки или кошки, или там ёжики даже там были. Они просто вот приползают как-то к двери, садятся, и там бывает, что они там шкребутся. И мы не могли проверить, что это или кто это был, потому что на двери элементарно не было глазка. И через некоторое время, буквально промежуток был минуты три, начали стучать в дверь. И не долбиться, ничего, просто вот как обычно, тук-тук. И мы такие сидим и думаем, 11 часов, мы находимся на частной территории, по близости домов нет, только трасса, дорога, там, я уже говорила, что до остальных домов минут 20-15 ходьбы. И мы понимаем, что это никакой не сосед, что это не родители моей подруги, потому что родители у них есть ключи. То есть неспокойно могут открыть дверь, и мы её можем открыть, всё. И нам тут уже стало страшно, потому что, ну мало ли кто это может быть, мало ли что он может сделать. Мы не стали открывать дверь, прошло минут 10, и снова к нам начали стучать. Так же монотомно, спокойно, вот просто как будто бы, я не знаю, вот знаете, ко мне так стучатся друзья, то есть так тихо, аккуратно. Мы начали пытаться посмотреть из окна гостиной, и так всё получалось, как будто мы видели, что там никого нет, но мы видели толком мало. Поэтому, как бы, то, что нам казалось, что там никого нет, может быть, это и не было так. То есть, возможно, там кто-то и был, просто так расположены окна и дверь, что там практически ничего не заметишь. Мы, естественно, смеёмся, потому что это, знаете, как защитным механизмам смешно как-то, и страшно одновременно. И мы начинаем говорить, кто это, кто к нам стучится, и так далее, ответьте, и нам никто не отвечал. Нас уже это начало подбешивать, и мы начали согреться такой, ответьте, что вы молчите, что вы стучитесь, мы сейчас позовём родителей, хотя у нас никого не было, и нам просто не отвечали. После того, как мы начали спрашивать, кто это, начали кричать, ругаться, стуки эти прекратились. Мы пошли назад в гостиную, ну, естественно, мы одни дома, мы долго уже дома, и нам захотелось выйти на улицу. Мы вышли из дома, никого не было, ни животных, ничего, всё было зверю нормально, то есть никто там не шкрёб, не ломал ничего. И тут мы успокоились, и подумали, ну, мало ли, блин, может быть, соседнего дома кому-то реально что-то понадобилось, там, соль, сахар или что-нибудь ещё, и мы как-то успокоились. И тут просто начался трэш. Мы решили выйти за территорию дома, то есть выйти за это ограждение, которое вообще ограждало дом от общей улицы, от трассы, потому что мы захотели купить и попить. Мы решили купить и попить, потому что всё, что у нас было, кончилось, остался только морс и вода, и нам хотелось что-то газированного. А на этой трассе немножко пройтись, там был что-то типа магазина Look Oil, и мы решили пройтись до него. Когда мы вышли только с калитки, мы закрыли за собой. Слава богу, что моя подруга не закрыла её на ключ. То есть она бы закрыла эту калитку через минуты, там, три, пока мы там постояли, бы всё проверили, взяли ли мы там с собой телефон. Моя подруга, которая вот, её вот эта вот вся дача, она стоит, что-то копошится, и мы стоим и смотрим, там что-то стоит. Прям вот возле, ну ты там три, пока мы там постояли, бы всё проверили, взяли ли мы там с собой телефон. Моя подруга, которая вот, её вот эта вот вся дача, она стоит, что-то копошится, и мы стоим и смотрим, там что-то стоит. Прям вот возле дороги что-то стоит. Мы такие типа смотрим, ой, типа, что это там такое. И другая моя подруга говорит, ой, да это типа дерево. На дороге посередине дерева Там было очень темно Когда мы были в прошлом В самый вообще прошлый раз Мы же где-то месяца два назад на ее даче Мы также выходили к этому магазину и доставали фонарики Потому что просто было нереально темно Мы видим просто силуэт посередине дороги Какой-то большой такой, не знаю, как будто двухметровый силуэт И мы понимаем, что это кто-то стоит И нам стало очень страшно Потому что нам как раз идти в эту сторону И мы видим, что он движется Что этот силуэт просто движется на нас И моя подруга, которая еще не закрыла дверь Такая говорит, девочки, может мы зайдем Мы такие говорим, нет, давайте постоим возле калитки Сейчас он пройдет, как бы Может он уйдет И потом мы пойдем Когда мы стоим вот так все пристально, смотрим Он приближается, приближается И он просто со всей дури побежал Он просто побежал Мы испугались Мы просто чуть ли друг на друга не наступаем Мы бежим к этой калитке Там немножко было бежать То есть как бы расстояние очень маленькое Буквально три шага Мы просто забегаем за эту калитку Закрываем дверь И мы слышим, как в эту калитку просто кто-то так Бум! И звук просто на весь двор Кто-то просто врезался со всей дури в эту калитку Закрыли калитку Побежали быстро с обратной стороны Вчетвером закрыли с обратной стороны калитку Быстро забежали в дом Закрыли все окна Закрыли все двери И мы понимаем, что буквально час назад К нам кто-то стучался в дверь, кто-то издавал странные звуки, и мы понимаем, что, возможно, это был тот человек, который стоял возле нашей калитки. Мы понимаем, что, возможно, он как-то пробрался, скорее всего, через заднюю, потому что через заднюю сложно перелезть, но это возможно, перелезть через заднюю калитку. И моя подруга для того, чтобы перестраховаться, я не знаю, как она вообще надумалась, просто мы сидели, у нас был шок, мы ни о чем не думали. И она просто так отодвигает шторку от окна, и она видит, что он стоит возле прям двери нашей. Также черный силуэт, она видит, что лицо, руки как-то видно, но она не видит вообще, кто это, она не может даже описать, она не может сказать. И мы сразу к ней подлетаем, смотрим, и там реально кто-то стоит. Мы подходим к двери вчетвером, мы начинаем орать, наши родители уже едут, мы сейчас вызовем полицию. Когда мы ему это все говорили, мы как бы все уже успокоились, отошли от двери, а моя подруга набирает номер родителей, мы подходим к окну, и он исчез, он исчез. Он либо убежал, либо еще что-то, но его больше не было. Моя подруга позвонила в шоке родителям, и когда она начала говорить, мам, пап, вы где? Они сказали, что они едут к нам, потому что они, когда утром нас завозили на дачу, они забыли что-то для машин. То есть они сказали, что они уже подъехали к даче, что они сейчас зайдут, нас как бы проверят, заберут эту штуку и уедут. Потом приехали ее родители, зашли в дом, открыли все двери, то есть там никого не было, они это увидели, что никого нет. И когда они пришли, мы им начали все рассказывать, что вот мы решили прогуляться до магазина, и что мы увидели силуэт, мы им все рассказали, на что они такие, ой, это вы там нас обманываете, вы хотите нас напугать, может это был просто какой-то обычный человек. И в общем родители моей подруги нам не поверили, а вот и зря. Продолжение следует...